Сегодня мы поговорим о деканском мураве-древоточестве. Мураве-древоточестве, макинский, Компонутус дигас, один из самых крупных муравьев в мире. К роду Компонутус относится около 1500 видов. Обитает преимущественно в тропических областях, например, в Таиланде или Индонезии. В мире относятся к переключатым крылом и в лесу общественной насекомыми. Многие виды древоточцев обитают в земле, но большая часть является на деревьях, гряза и в них норы. На всех общественных насекомых характерно наличие трех типов особей – самцов, самок и рабочих. Тело мураве состоит из четырех отделов – головы, груди, пятиволи и блюжка. Прямо головы немного зависит от строения и назначения мандибу. У некоторых видов у рабочих муравей глаза могут быть эдуцированы. Летовой аппарат – грязующая лежащего типа. У некоторых самцов есть крылья, которые они используют в период спаливания. У самцов и рабочих муравей имеется жало. С его помощью они защищаются от хищников. Колония муравей состоит из расплода и взрослых особей. Последние разделены на три группы – рабочие, самцы и самки. Рабочие являются самой многочисленной группой в колонии, и они выполняют множество различных функций, например, поиск пищи или защита гнезда. Население гнезда составляет от сотни до миллионов особей. Некоторые виды муравей не строят колонии, а ведут кочевой образ жизни. В большинстве своем эти насекомые ведут ночной образ жизни. Представители семейства компонутов весьма успешно приспособились к различным условиям обитания. Рабочие особи некоторых остеистых видов набирают в блюшко-жидкую пищу и подвешиваются к стенкам в специальной камере. Азиатский плавочный муравей живет в симпиодических отношениях с некоторыми хищными растениями, поедая останки умерших чинистоноких. Некоторые компонутсы являются вредителями сельского хозяйства и разрушают деревянные постройки. В следующем выставке мы говорим о каменной соли.